Говночерпий, большое спасибо за донат с текстом. Сия история полна рофлов. Помните, кто-то просил Мудрёныча задонить. Те, которые сам нахожу достойными, буду кидать. Спасибо большое, говночерпий. Ну, собственно, донат говночерпия частично по просьбам работяг. Помните Геракла и его невероятные 12 подвигов? А конкретно его путешествие в Элиду, где он за один день очистил от какашек огромные конюшни, в которых никогда не убирались. Всего-то пришлось выкопать новое русло для находящейся неподалёку реки. Так вот, хозяином тех конюшен был Авгий, местный царь. И когда Геракл попросил у него плату за проделанную работу, Авгий приказал своим племянникам его убить. Но царь, видимо, не знал, какие у Геракла раньше были партнёры по спаррингу, и что с ними стало. Короче, разумеется, Геракл ушатал и Бибу, и Бобу, и самого Авгия. Отказался стать царём вместо него, и прежде чем уйти, учредил там игры в честь своего отца Зевса. С тех пор каждые 4 года атлеты собирались на состязание в Олимпии, в городе, который и дал название играм Олимпийские. Но это всё легенды. На самом деле вопрос, кто и когда основал Олимпийские игры, до сих пор вызывает споры. Можно лишь сказать примерно, что они начали... Но легенда, как бы, хороша. Прям узнаю байки Дельмиора великолепного. Проводится в Греции около 3000 лет назад. Соревнования были частью важнейших религиозных праздников. Геракли с Петухом. И были настолько уважаемыми, что с какого-то момента их начали использовать для летоисчисления, и во время их проведения греческим городам-полисам даже запрещалось воевать между собой. А ещё все атлеты почему-то соревновались голышом. Затем к грекам нагрянули римляне, и Олимпийские игры пошли в упадок. Ну, во-первых, это прикольнее. Посмотреть на голых мужиков. Во-вторых, это гарантирует, что они сражаются без, как бы, спрятанных каких-то оружий и так далее. То есть, всё честно. А после того, как христианство стало официальной религией Римской империи, началась борьба с язычеством и проведение Олимпийских игр, посвящённых. Ну, не думаю, что никогда. Да, то есть, если я вдруг внезапно прославлюсь, и какой-нибудь миллионер будет просто знать о моём существовании. Типа, есть же стримеры, которым донатят просто 200к, сука, одним донатом. Вот. Может быть, какой-нибудь фрик появится и заставит меня в героев резаться. К тому моменту. Греческим богам стало невозможным. Теперь грекам, наверное, оставалось только по-тихому играть в настолочки. Полезное дело, между прочим. Особенно если они развивают зрительную память, внимание и IQ. Такие как Добль и Кортекс. Одни из самых популярных настолок в мире на реакцию внимательности и логику. Эти игры... И купить их можно по ссылочке в описании, вы поняли. Ты составил заливность как детей, так и взрослых не на один вечер. А разнообразие игровых механик всё время пополняется. В одной из вариаций игры Добль. Каждому игроку раздаётся по карте с множеством картинок, которая кладётся в башке вверх. Ой. Это всё здорово, но... Извините. Бриксен Боллс, как бы... Пока Бриксен Боллс можно в App Store скачать, как бы, настолки мертвы. Заказывайте топовые настолки и проводите время весело и с пользой. Олимпийские игры перестали проводиться. Там как бы без пользы, но гораздо веселее. Было примерно полтора тысячелетия, а потом на рубеже 18-го и 19-го веков античность внезапно стала модной. Поэтому, когда в Олимпии стали проводить археологический... Сколько игр в 3 пойдёшь? А в описании есть что по играм. То есть, купить игру, ну, то есть, если её надо купить, то, соответственно, стоимость игры в Стиме. Плюс 30 рублей за минуту, то есть, так же, как с видосами, но считая время, пока игра качается. То есть, у меня сейчас с играми такой расклад. Ну, и, естественно, как бы минимальное время... Ну, минимум полчаса должны быть. Потому что иначе что можно успеть за полчаса? Только зайти в игру, скачать и так далее. Вот. Ну, когда-то было чуть там... Было 20 за минуту, когда... Что-то такое. То есть, например, в какой-то момент просто куча донатеров собрались, и до сих пор стрим, по-моему, где-то на четвёртом канале сохранился. Мне там несколько тысяч накидали, чтобы я играл в Half-Life. Первую и вторую. И прям вот было прохождение на стриме. Сколько... И выяснили, что раньше там проводились... Но так, это именно заградительное. То есть, я не особо хочу играть в игры, но вот если так, мне столько, если мне задонатят. Ну, как бы можно, я считаю. То есть, это не потому, что я там жадный, а потому что я не хочу, но за большие деньги можно. Миры быстро возникла и набрала популярность идея возродить эти соревнования. Главным инициатором стал француз Пьер де Кубертен, и он предложил сделать эти соревнования не местечковым мероприятием, а международным событием, которое будет способствовать сплочению разных стран. И вот в 1896 году Олимпийские игры были возрождены и успешно проведены в столице Греции, городе Афины. Все были довольны, но затем что-то пошло не так. Следующие Олимпийские игры традиционно проводились через 4 года. На этот раз местом проведения было... А, и помимо того, что это заградиловка в плане именно просто времени и так далее, я еще... Типа дополнительная демотивация играть в игры в том, что я если вот... Я это по себе не замечал, но вот сейчас вспоминая гостевой стрим с Александром Зелковым с нескучным саундом, он сказал, я в игры стараюсь не играть, потому что если мне понравится, не дай боже, то я начну задротить просто безбожно и вообще все дела перестану делать. Вот. И я понял, я поймал себя на мысль, что у меня так же. Чтобы вы поняли, народ, и я думаю, Даша этого донатера будет просто до конца его дней проклинать последними словами. Я в Харстоун вообще в принципе начал играть, потому что в какой-то момент какой-то донатер вкинул что-то типа рублей 500, по-моему, да, и такой, ну, хотя бы обучение пройди. Типа, ну, ну, так чуть-чуть. Ну, вдруг прикольно. Я такой, сука, не хочу. Ну, блин, ну, ладно, ладно, окей. Типа, игра бесплатная для скачивания, ща попробуем, ладно. И сука, как втянулся в это дерьмо полное и до сих пор вот сижу задрочен. И так вышло, что многие спортсмены даже не поняли... То есть самое ужасное, это если, не дай бог, мне игра понравится. ...нели, что они участвовали именно в олимпийских играх. Это все, стримов не будет просто. ...соревнования проводились в разных частях города. Препятствия для бега с препятствиями были сделаны из сломанных телефонных столбов, а соревнования по плаванию проводились в реке Сена, сильное течение которой подталкивало спортсменов, и они... Знакомые названия слышали. ...стегали нереальных показателей скорости, а еще там соревновались в стрельбе по голубям. И на состязание по пилоте приехали только две команды, одна из которых в итоге отказалась от участия, и вторая просто забрала золотые медали. Проблема оказалась в том, что в этот раз Олимпийские игры были не самостоятельным событием. Они проходили вместе со всемирной выставкой, которая перетянула на себя основное внимание. Ну, бывает. Но чтобы снова привлечь интерес публики к Олимпийским играм и поправить их репутацию, в следующий раз нужно будет все сделать нормально. В 1904 году местом проведения была выбрана Америка, город Чикаго. А всемирная выставка, которая все испортила в прошлый раз, должна была развернуться в городе Сент-Луис. Но организаторы этой выставки такие, а что если все поедут на Олимпийские игры и никто не приедет на выставку? Тогда они начали спонсировать американский любительский спортивный союз, который собирался провести свой чемпионат в Чикаго в рамках Олимпийских игр. Но теперь, получив деньги, он отправился в Сент-Луис. И так как престижа у этой спортивной организации в то время было гораздо больше, чем у Олимпийских игр, Теперь уже Пьер Кубертен побоялся, что никто не приедет на Олимпийские игры и, недолго думая, тоже перенес их в Сент-Луис. Всемирную выставку в Сент-Луисе посетили 20 миллионов человек. Там показали самый большой в мире орган, скелет кота, сахарную вату, мороженое в вафельных рожках, хот-доги, булочки для гамбургеров и газировку Доктор Пеппер. А еще там был человеческий зоопарк, где демонстрировались, так скажем, представители неевропеоидной расы. Для большего самоутверждения последней, потом этих людей заставили соревноваться друг с другом во всяких дисциплинах, про которые они впервые слышали. В других случаях вообще даже не понимали, что от них требуют. А некоторые состязания были откровенно издевательские, типа залезаний на смазанный жиром шест. Их слабые результаты очень порадовали организаторов выставки. Олимпийские игры начались через пару месяцев после открытия выставки. И вот вроде бы они позиционировали себя как международные соревнования, но никто не позаботился о том, чтобы спортсмены могли добраться до Сент-Луиса. Поездка через океан в принципе была очень трудным делом. Так еще и Сент-Луис находится в глубине страны. И добираться до него нужно либо по реке Миссисипи, либо на железной дороге через полстраны. И еще подумайте о том, что спортсменов в то время никто не спонсировал. Если ты хотел принять участие в соревнованиях, то в большинстве случаев должен был добираться самостоятельно за свои деньги. Поэтому из всех участников более 500 были американцами, и около 50 были из соседней Канады. Получается, из других стран приехало в сумме менее 100 человек. Из-за малого количества спортсменов к некоторым соревнованиям прохожим с улицы разрешалось присоединиться в любое время. Возможно, поэтому золотые медали на брусьях, лазаньи по канату и в опорном прыжке забрал чувак с деревянным протезом вместо ноги. Есть даже история о японце, который на соревнованиях по прыжкам с шестом каким-то чудом обзавелся собственным крепким шестом и якобы просто втыкал его в землю, залезал на него и пересекал планку. Но почему-то эта сказка встречается только на русскоязычных сайтах. Помимо этого, некоторые дисциплины вызывали вопросы. Перетягивание каната, гольф, какая-то смесь крокета и бильярда, прыжки в воду, после которых нужно было не шевелясь проплыть как можно большее расстояние. Короче, может быть, это и было весело, но всемирная выставка, как и в прошлый раз, перетянула на себя все внимание. Более того, как вы помните, на выставке были свои собственные спортивные соревнования, организованные более престижным любительским спортивным союзом. Поэтому Олимпийские игры даже в газетах толком не освещались. Но больше всего безумия творилось на марафоне, маршрут которого лежал через Харстон. Да, ребята, я... ...метров. Дорога мусени в Батлграунс. ...камнями, а местами несколько сантиметровым слоем пыли и не была перекрыта. А это значит, что бегунам приходилось уворачиваться от машины даже поездов. Гонка началась в 3 часа дня в 30-ти градусную жару и участникам не разрешалось пить воду, потому что видители-организаторы заодно решили в научных целях водонапорная башня находилась где-то посередине дистанции. Короче, в эксперименте принимали участие 32 испытуемых, третий из которых вообще никогда раньше не играл марафон. у какого-то кореша в детстве в какую-то версию что-то там с Варкрафтом, где нужно было... где были ходячие деревья и нужно было открывать карту и что-то там ресурсы какие-то фармить. Это было прикольно, но я... все, не помню, что дальше было. Явным фаворитом был Джон Лордан, победитель прошлогоднего марафона. То есть особо не лезался дальше в... в ту стейп, там никуда. Дота, например, я, кстати, попробовал играть в доту, вообще мне не зашла. Вообще абсолютно нихера не понял. Не прикольно, не интересно. CS GO, та же самая история. Ну и все Counter-Strike. Вот, то есть... как бы не берут меня эти игры. ...стал всего лишь один километр, после чего его начало сильно тошнить и он сошел с дистанции. Другой участник тоже в какой-то момент сошел просто рухнув на обочину. Его доставили в больницу, где он чуть не умер от пыли в пищеводе и кровотечения в желудке. Еще двое были африканцами, которые вообще выступали на всемирной выставке в многочасовой реконструкции недавней англобургской войны. А теперь по приколу решили поучаствовать в марафоне. Во время забега на одного из них напала стая собак и он полтора километра бежал от них в другую от финиша сторону. Следующий участник был ростом полтора метра. Почтальон с Кубы. Он продемонстрировал свои способности, пробежав через всю Кубу и таким образом собрал деньги, чтобы оплатить дорогу до Олимпиады. Но когда он доплыл до Нового Орлеана, он проиграл там все свои деньги и до Сент-Луиса ему пришлось добираться автостопом. Он успел прибыть незадолго до начала марафона и побежал прямо в той одежде, в которой и был. Рубашка, брюки, берет и туфли. Организаторы ножом отрезали ему длинные рукава, чтобы они соответствовали правилам и допустили к гонке. А еще за неимением денег он был голоден и по пути украл немного персиков у пассажиров одной из машин. А потом еще и увидел яблоневые сады вдоль дороги. Наелся и видимо с долгой голодухи у него заболел живот. Он решил прилечь и заснул. У еще одного участника в какой-то момент начались сильные судороги. Он остановил проезжающую мимо машину и тупо проехал несколько километров в пути. Он махал из машины зрителям и другим бегунам. А когда полегчало, выпрыгнул и пробежал оставшиеся 8 километров сам. Конечно же он пересек финиш первым. И когда ему уже вручали золотую медаль, кто-то из толпы крикнул «Самозванец!» И он такой «Да я тут по приколу чисто. Это пранк, ребята!» Но настоящий победитель должен был скоро определиться. Потому что следующим к финишу подходил американец по имени Томас Хиггс. Вообще пробежав где-то две трети пути он упал в обморок. Но у этого парня были тренеры, которые ехали за ним на машине. Кстати, именно у них стырил персики кубинский почтальон. Короче, когда Томас упал в обморок, тренеры подбежали и то ли сделали ему инъекцию сульфата стрихнина, то ли замешали таблетку в яичном белке, сунули в рот и дали смочить горло коньяком. Спортсмен вскочил и продолжил бег. Когда Томас пробежал половину оставшегося пути и снова начал падать, тренеры еще раз повторили ритуал. Так, прихрамывая шаркой ногами и держась за своих тренеров, он доплелся до финиша, упал на землю, получил награду и сразу же был госпитализирован. В итоге только 14 из 32 бегунов пересекли финишную черту. А учитывая все вышесказанное, офигенный маршрут, жару, отсутствие воды, внутренние кровотечения, собак, сладкие сны, пранки и допинг. Думаю, этот марафон можно заслуженно назвать символом Олимпийских игр 1904 года. В следующий раз организатор будет реально очень постараться, чтобы поправить репутацию Олимпийских игр. Спасибо за просмотр. Если видео понравилось, пожалуйста, ставите его лайк. Спасибо большое за донат. вот такой спорт. Лайком, оставьте комментарий, подпишитесь на канал и включите... Эксперимент они, блин, провести решили, а? На себе проведите, псы. Колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Кажется, не все посмотрели прошлое видео. Вам надо это срочно исправить. Там вообще-то интересно. По ссылкам в описании можно подписаться на мои соцсети. А донатерам большое спасибо за поддержку. Спасибо большое за донат. Ну, было занятно. Но история, конечно, веселее. Хе-хе-хе-хе-хе-хе.